Месяц прошел после прямой линии губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Сказано, сделано. Так можно охарактеризовать ее предварительные итоги. Как отреагировали власти на обращения жителей региона, мы расскажем далее. Жители Новоалтайска обратились к губернатору Виктору Томенко во время прямой линии. При проведении дегазификации были разрыты улицы, а благоустройство так и не восстановили. Похожий вопрос поступил и от жителей барнаульского поселка Казенная Заимка. У нас начали проводить газ. Да, мы были этому очень рады. Но после того, как газовщики побывали у нас, раскопали нашу всю дорогу, она раньше была насыпная, но по ней можно было передвигаться. То сейчас по этой дороге вообще невозможно не то, что ходить и ездить. Придет весна, и мы боимся, что придет весна, и потом по этой дороге вообще невозможно будет даже не дождаться ни скорую, и не дай бог еще какие-то службы нам понадобятся. Просим вас обратить внимание на нашу беду. Виктор Томенко подчеркнул, что дегазификация призвана сделать жизнь людей лучше, а не хуже. Глава региона также напомнил про обязательства подрядчиков и дал местным властям поручение отследить их выполнение. У «Газпрома» в контрактах со своими подрядчиками есть все эти обязательства по восстановлению дороги и вообще всей задетой и разрушенной инфраструктуры. Это есть у «Газпрома». Я попрошу Евгения Владимировича Григоренко, директора, отследить эту ситуацию конкретно здесь по пригороду Барнаула, по казенной заимке и по Новоалтайску. Владимир Григорьевич Бадунов, главу города, прошу, отследите, пожалуйста, и Вячеслава Генриховича Франко там со стороны города. Надо отследить выполнение подрядчиками этих всех обязательств. В казенной заимке сразу после прямой линии по улице Набережной выровняли дорогу. В микрорайоне Чесноковка на Новоалтайска по улице Железнодорожная места провала грунта засыпали гравием. Теперь дорога в удовлетворительном состоянии. Метроценка из Ребрихи во время прямой линии готовилась к рождению четвертого ребенка. Татьяна и Александр уже около года пытаются подключить газ. Проект разработали, но фактические работы до сих пор не проведены. Глава региона напомнил, что в Крае предусмотрены меры поддержки для отдельных категорий граждан по оплате газового оборудования внутри дома и дал соответствующее поручение профильным ведомствам. Решим вопрос. Это будет, я думаю, очень хорошим подарком к увеличению силы. В середине декабря в доме появилось голубое топливо. Четвертый ребенок в семье Троценко родился. По поручению губернатора в ближайшее время семья получит субсидию на возмещение затрат под газификацией в размере около 100 тысяч рублей. Дети из семей военнослужащих побывали в Москве после прямой линии губернатора Алтайского края. Участник СВО Алексей Стаценко задал вопрос. Есть ли возможность организовать экскурсию на выставку? В Москве проходит выставка «Форум России». Можно, чтобы дети участников СВО ее посетили? Губернатор отметил, выставка – отличная возможность показать детям масштабы страны и рассказать о достижениях разных регионов. У нас в планах есть 750 детей Алтайского края. Туда целенаправленно за счет средств государства свозить, показать. Среди них есть, конечно, и дети участников специальной военной операции. После обращения ветеранов первая группа детей участников СВО уже побывала в столице. Губернатор поручил отправить на экскурсию еще несколько групп ребятишек. В 2024 году работа будет продолжена. Возле многоквартирного дома установили лавочку по просьбе жительницы Барнаула. Один из вопросов во время прямой линии задала педагог Анастасия Тузова. Ей понравилась футболка с надписью «Алтай – земля сильных», которую сделали во время избирательной кампании Виктора Томенко летом этого года. Анастасия спросила, где можно купить такую. Выяснилось, что коммерческой партии футболок не существует, и купить их нельзя. Однако специально для девушки напечатали еще один экземпляр. Губернатор вручил футболку лично. Это лишь немногие из итогов прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в 2023 году. Напомню, всего поступило почти полторы тысячи письменных обращений и 7 тысяч звонков. На каждый из них будет дан ответ.